продвижение сайтов это достаточно долгий процесс и результаты его мы получаем не сразу но ведь если мы будем продвигать то что нам не нужно то мы получим продвижение там где нам не требуется например мы продвинем украинский проект на территории россии это нам не интересно или же например продвинем наш интернет-магазин по тем категориям товаров с которых у нас нет продаж в этом видео я научу вас как выбирать странички для продвижения как определять приоритеты на что нужно направлять в первую очередь усилия по продвижению и конечно же как в силу высокой конкуренции все не прогадать и получить заветный трафик из гугла меня зовут николай шмачков это канал seo quick поехали обычно seo продвижение сводится к двум составляющим это off-page seo и on-page seo off-page seo касается в основном ссылочного продвижения всего что не происходит на вашем ресурсе все мы знаем что seo да это контент и ссылки так вот ссылки это off-page seo контент это on-page seo и контентом является ваш сайт и условно говоря все работы по он-пейджу можно разделить на две составляющие это общесайтовые работы которые проводятся мы уже говорили об этом это технические аудиты это аудиты юзабилити это множество других аудитов посвященных там alt-тегом например то есть они проводятся сканируется весь ресурс исправляются ошибки сразу на всем ресурсе но особое продвижение идет на втором этапе это постраничное продвижение наша цель перебрать все страницы на ресурсе определиться что мы с ними будем делать частности что можно сделать со страничками на ресурсе в первую очередь конечно же их можно оптимизировать то есть можно сделать постраничную оптимизацию допрямую стим оптимизировать title description заголовок контент на этой страничке проверить ее мобильную версию как она отображается насколько она удобна и самое главное проверить какие внутренние ссылки находятся на этой странице то есть как она перелинкована с другими страницами и какие другие страницы на нее ссылаются вроде бы все просто но если у вас сайтом с 5 страничками ну окей вы там потратите день на переработку всех этих страничек под под ключ а если больше вот если их десятки сотни или тысячи а у интернет магазинов каждая карточка товаров это отдельная страница категорийная страничка это отдельная страница как выбрать нужной странице ведь на самом деле перебирать их всех ручками у вас как говорится может не хватить времени давайте возьмем один из сайтов и посмотрим как обычно сеошники определяют странички для продвижения например мы видим сайт который вот мы сейчас видим в охре все и все видим по нему метрики по его органике и по его топ странице сеошники чаще всего направлены на увеличение органического трафика их задача увеличить органический трафик на ресурсе ведь на самом деле органический трафик потом цепляет множество других показателей особенности поведенческого фактора в поисковой системе да в гугле он тоже есть поведенческий фактор если мы посмотрим ну на что бы обратили внимание ну конечно же на страничке у которых изначально высокий трафик и высокая позиция это странички на которые нужно обращать внимание при продвижении но может оказаться что вашему клиенту например неинтересна какая-то услуга она ему приносит гораздо меньше денег и он не хочет тратить время на это продвижение то есть силу специалист первую очередь будет определять со своей колокольни страницы у которых уже есть потенциал и уже есть какие-то начальные позиции какое-то начальное ранжирование для того чтобы их продвигать дальше а заказчику в первую очередь интересует прибыль и шаг номер один на моменте анализа ресурса нужно определить топ страниц которые дают органику на текущий момент на вашем сайте и топ страниц которые максимально интересны вашему заказчику как определить список первых и вторых страниц первый список скорее всего вот мы увидим вот seo специалист увидит его как раз вот в ахревсе если перейдет допустим в отчет top pages отчет top pages у ахревс позволяет посмотреть эти запросы сразу в удобном формате можно увидеть какие странички ранжируются по каким запросам и в частности даже на каких позициях имеет и какой трафик приносит и даже можно определить большинство запросов так называемую ценность ценность вычисляется на самом деле по стоимости контекстной рекламы у ахревс это своя калькуляция как же может сделать заказчик анализ своих приоритетных страниц конечно же для этих целей нужно воспользоваться google аналитикой обычно со стороны заказчика сайт получает трафик не только из поисковой системы он уже получать трафик с контекстной рекламы с мессенджеров с e-mail и даже пользователи могут заходить на сайт напрямую и заказывать товары попросту напрямую нужно конечно отслеживать реальную посещалку на вашем ресурсе это во-первых а во-вторых нужно учитывать вашу статистику продаж потому что эту информацию seo специалист не знает ее знает только ну словно говоря отдел продаж или сам руководитель он знает что у него лучше продается как уж продается с чего больше прибыль что на данный момент маржинальнее выгоднее вкладываться в это есть смысл они тратятся на ненужные вещи поэтому заказчик знает лучше какие направления услуг ему нужно развивать и здесь вот как раз нужно этот момент говорится посмотреть например вот по примеру этого сайта можно увидеть какие виды товаров лучше всего продавались за месяц и понятно что нет смысла продвигать другие категории товаров если эти как раз приносили продаж больше эту информацию можно получить конечно же у заказчика напрямую либо из его аналитики либо получить отчет по продажам за какие-то периоды здесь также очень полезно учитывать сезонность можно сео это работа долгострой и при расчете вашего планирования вы должны понимать что какие-то результаты вам удастся добиться через полгода поэтому товары которые будут планироваться продажи зимой готовьте с лета и с другой стороны seo специалист может как раз увидеть проблемы при подборе страниц заказчикам первая проблема это то что эту страницу он не знает как правильно гуглят например у вас есть услуга но вы не знаете как и правильно назвать то есть вы вроде бы думаете что это допустим там доверительное управление финансами или это второе мнение при изучении там финансового плана вы не знаете как это люди будут гуглить вы вот смотрите вот вроде бы сказали как ищут отбивайте в поиске а там в поиске нет ничего адекватно здесь и говорится услуга вроде бы у вас вполне себе маржинальная и вы с ней отлично зарабатываете но и и вы не знаете как на гуглит пользователь и seo специалист с такими услугами иногда не знает что делать как правильно строить продажи по каким запросам о вас двигать по этим услугам и вторая проблема которая может оказаться это конечно же высокая конкуренция высокая конкуренция обусловлена тем что в поиске уже в топ-10 находится довольно таки сильные сайты банально конкуренция может по некоторым запросам которые вы хотите продвигать оказаться попросту неподъемной seo специалисты в отличие от обычных пользователей имеют доступы к ряду инструментов и которые позволяют посмотреть насколько ваши конкуренты гораздо сильнее по большинству запросов и насколько они больше вложили всего продвижения и в трафик ведь действительно переранжировать вот этих вот монстров на самом деле попросту для начинающего seo специалиста может показаться невозможным по этим запросам поэтому здесь и вступает второй этап это поиск точек продвижения и так мы поняли что seo специалисты на все смотрят со стороны трафика и низкой конкуренции а заказчики со своей стороны смотрят с принципа маржинальности и рентабельности инвестиций в те или иные услуги конечно же есть ряд услуг которые позволяют зарабатывать много но может оказаться что там высокая конкуренция поэтому на этом этапе идет поиск точек соприкосновения как говорится поиск компромиссов вы должны со своей стороны перебрать странички которые выделил seo как наиболее приоритетные и со своей стороны подобрать странички которые вы планируете продвигать таким образом там где произойдет пересечение по страничкам вы знаете что эти странички нужно прорабатывать в первую очередь те же странички которые подобрал клиент но не попадают в список страничек которые подобрал seo специалист нужно ответить на два вопроса можно ли их продвинуть то есть высокая или низкая конкуренция. Если конкуренция низкая, значит мы странички будем создавать, но будем грамотно прорабатывать для них семантическое ядро. Будем искать реально запросы, по которым они максимально похожи. Здесь делается глубокий анализ конкурентов по этим страничкам и смотрим, как эти странички пытаются продвигать ваши конкуренты, за счет чего подобный трафик собирается с поисковой системы на эти странички. Может оказаться сложным, потому что ряд страниц, ну, попросту ты не понимаешь, как это гуглят. Да, это есть такое, я про это рассказывал, но находятся способы, как это правильно все продвинуть. Ну и третий пласт страниц, который заказчик хочет, а SEOшник не сможет, они вычеркиваются из SEO плана продвижения, в частности по проработке. То есть эти страницы на сайте могут быть, они представлены на ресурсе, на них тоже льется трафик с других источников, но не с SEO. Основной переход SEO на них попросту недоступен, но это ничто не мешает за счет грамотной перелинковки, грамотных поп-ап форм. Про поп-ап формы и про перелинковку у нас есть и видео, и отличные статьи. И за счет этого можно направить трафик с ваших посадочных страниц на ресурс. Напоминаю, SEO это всего лишь способ получения трафика. То есть, допустим, представим себе, что у вас на сайте 100 страниц. На 20 страниц у вас льется трафик из SEO. Что мешает вам продумать логику, чтобы пользователь с этих 20 страниц попал на нужные 5 страниц, которые по SEO продвинуть нельзя. Конечно же, грамотный дизайн, грамотные кнопочки, грамотные поп-ап формы с переходами и пользователь вот уже сидит и смотрит на тот товар, который изначально с поиска попасть не мог. Интернет-магазины прекрасно об этом знают и поэтому большинство интернет-магазинов есть всегда, вот когда вы листаете товары, сбоку акционные товары, специальные предложения и вы вроде бы заходили на какую-нибудь там пленочку или там, не знаю, покупали себе там пауэрбанк, а видите там баннер с айфоном там с классной ценой, вот купи вот прямо сейчас, вот ограниченное предложение. Понятно, что айфон это высокотрафиковый запрос и одновременно высококонкурентный, но за счет грамотного дизайна можно этот трафик переливать. Итого с приоритетами мы определились, вот мы собрали этот список, что делать дальше? Как только вы определились со списком страниц, которые отобрал SEO-специалист, нужно сделать удобную таблицу, по которой вы будете заниматься продвижением этих страниц. Что нужно сделать? Нужно собрать в простом формате табличку, в которой с одной стороны у нас будет ссылка, с другой стороны будет список ключей, по которым она ранжируется, с запросом, по которым она занимает на данный момент какую позицию. Здесь можно подключить сервисы по снятию позиций, тот же SERPstat здесь может оказаться очень даже полезен. Когда вы переберете все ваши страницы на предмет их ключей, позиций, трафика с точки зрения SEO, вы также проведете анализ количества внешних ссылок на эти страницы и конечно же какие анкоры на них ссылаются. После того как вы собрали семантическое ядро для этих страниц, сравнили позиции этих страниц, сравнили анкоры этих страниц, для каждой страницы формируется короткий план, что вы будете с ними делать. Я делю работы точно также принципу как on-page и off-page. Поехали, сейчас будет пласт работ по on-page SEO по оптимизации каждой страничек. Работы по on-page SEO условно говоря мы поделим на несколько этапов. Первый этап это конечно же анализ вашего сайта на мобилную friendly и на скорость, где это посмотреть. Для анализа скорости сайта мы используем конечно же классический page speed. Это тул, который никогда наверное не устареет, всегда будет под рукой и на нем можно конечно же проверить насколько быстро грузится наш сайт. Да, вот можно посмотреть какие показатели у каждой из страничек и конечно же знать с чего нужно начинать, то есть какие задачки поставить проггером по их исправлению. Как бы это глупо не звучало это приоритет. Приоритет технической оптимизации страницы для поисковой системы. Ваша страничка должна одинаково быстро грузиться на всех устройствах. Сайты у которых со скоростью проблем нет находится выше в поиске сайтов скоростью которых проблемы есть. Ну и конечно же второй момент на что мы проверяем, мы конечно проверяем оптимизацию для мобильных устройств. Этот тул тоже есть, он бесплатный, тул от гугла. При помощи него можно проверить насколько эта страничка адаптирована для мобильных устройств. Ну и третий тул, которым можно проверить тоже техническую оптимизацию, это проверка расширенных результатов. Да, можно проверить готова ли страничка для расширенных результатов и для каких. Это такая самая микроразметка, которая гугл понимает. Да, можно проверить саму микроразметку, но мы ее обычно делаем еще в рамках технического и аудита. Но на конкретной страничке можно проверить под какие расширенные результаты страничка уже попадает. Итак, мы провели анализ, вот мы видим по поводу того какие рекомендации по странице нужны. Мы видим, что в этой странице нужно реально поработать программисту и для каждой странички выгружается список багов, которые нужно исправить в первую очередь, приоритетно. И очень важно отобрать список страниц, с которыми нужно работать и приоритетно их ускорить. В большинстве случаев исправление этих страниц и подтянет и другие страницы, потому что большинство ошибок чаще всего системные. По поводу оптимизации на мобильных устройств вы видите сразу где есть ошибки, понимаете где они находятся, выискиваете их и просите исправить. Исправить тоже программиста, где-то перерисовывать дизайн. Ну и конечно же по расширенным результатам вы тоже видите на что у вас уже оптимизировано, а чего не хватает. Вы уже додумываете уже и предлагаете какие элементы расширенных сниппетов стоит добавить. Ведь ничто не мешает вам ставить сюда ссылку на вашу конкурента и посмотреть, а что есть у него. Второй частью является это анализ контента. Анализ контента производится в первую очередь на анализ тайтлов, дескрипшенов, заголовков и текстов на этой страничке. Для этих целей мы используем несколько плагинов. Один из них это удобный очень плагин seo meta in one click, который позволяет посмотреть сразу тайтлы, дескрипшены и конечно же структуру заголовков. Ну и второй, чем он более удобен, это специальный скрипт, при помощи которого мы подсвечиваем заголовки и смотрим какой контент идет конкретно под каждым заголовком. И мы можем выделять сразу где длинные слишком абзацы, где короткие абзацы, где контент водянистый. Таким образом мы вытягиваем текстовую часть и переписываем контент для того, чтобы оптимизировать текстовую часть под то семантическое дроп, под те запросы, которые мы собрали на предыдущих этапах. И работа с контентом проводится в формате seo-специалист берет текст, пересматривает семантику, редактирует текст, отправляет новый текст на заливку контент-менеджеру. После того, как мы переписали контент, улучшили работу сайта, переработали элементы, добавили какие-то элементы для call to action. Про это у нас есть целое видео оптимизация конверсии на сайте. Советую обязательно посмотреть. В этом видео я рассказываю про то, как увеличить продажи на вашей страничке, не увеличивая трафик. Потому что трафик гораздо дороже, чем удвоить конверсии. Очень много трюков я рассказал как раз именно в том видео. Советую обязательно посмотреть. Если понравится, лайкнуть и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Конечно же, работая над страничками вы понимаете, что работы, которые вы сделаете, вы вроде бы передали на оптимизацию. Что делать дальше? Вот вы постранично перебрали нужные страницы по приоритетам. Конечно же, нужно пересмотреть перелинковку. Внутренняя перелинковка на ресурсе это гарант того, что вес страниц, которые вы создаете или которые имеют более высокие позиции перетечет на те страницы, которые вам максимально нужны. При продумывании перелинковки решайте сразу две задачи. Чтобы перелинковка была не избыточной. То есть, старайтесь линковать аккуратно и делайте линки так, чтобы на них захотелось кликнуть. То есть, старайтесь обработать текст вокруг этих линков либо делать удобное меню, там через которое удобно будет переходить. Следующим этапом по off-page оптимизации, конечно же, будет проработка функционала каждой из страничек. Если вы уже сделали все элементы по их доработке, нужно доработать функционал. То, что мы сделали для оптимизации конверсии конечно хорошо, но неплохо подсмотреть некоторые вещи у конкурентов. Очень советую посмотреть мои видео по анализу конкурентов, а также целый курс, посвященный анализу конкурентов, для того, чтобы вы научились вылавливать классные фишки у конкурентов и копировать их себе. На самом деле, если вы знаете, как смотреть, чем конкурент силен, можно некоторые вещи, если они у него недорогие, скопировать, украсть себе и таким образом сделать ваш сайт удобней для ваших клиентов, а конкуренту, как говорится, заставить его понервничать. Вы можете увидеть, о, конкурент сделал калькулятор, сколько стоит этот калькулятор, узнали там на фриланс биржах, что там стоит там 100 долларов, заплатили 100 долларов, сделали такой же калькулятор, сделали его классным, поставили его на удобном месте, все, конкурент понимает, что его конкурентное преимущество исчезло, оно появилось еще у вас, а потом еще у кого-то появится, неважно, главное, что вы его украли, и он заставит шевелиться, придумывать что-то новое, он будет заниматься этим, а вы в это время уже, как говорится, можете даже выйти вперед. На самом деле, любую фишку, которую вы придумали, как говорится, и внедрили на своем сайте, у нее есть срок жизни, пока ее никто-то не скопировал. Да, рано или поздно что-то копируют, воруют друг у друга, и поэтому анализ конкурентов и нужен для того, чтобы вылавлять клевые фишки, которые сделали конкуренты, и понимать, что если они клевые, они сработали, их можно использовать себе. Почему? Потому что в следующем этапе это офф-пейдж оптимизации, наша задача сводится к тому, что на наши сайты мы должны ставить ссылки, на нашей страничке мы должны ставить ссылки. Ссылки, понятно, часть мы сделали за счет перелинковки, но вторая часть ссылок должна, конечно же, поступать на наш ресурс из других источников. У меня есть большое видео, посвященное получению ссылок для главных из справочников, совет его обязательно посмотреть, вы узнаете про правила, что такое 50 доминов на ваш сайт, но при проработке остальных запросов вы можете столкнуться с тем, что в топе находятся далеко не главные страницы, а отдельные страницы категории, и на них есть какое-то количество ссылок. И обратим внимание, что есть сайты, у которых странички занимают первое место, но на сами странички ссылок никаких никто не делает. Есть высокая вероятность, что вы захотите повторить их успех и будете делать ссылки на эти, собственно, странички. Я не рекомендую делать то, что конкуренты не делают. По одной причине, какая вероятность, что если вы сделаете линки по запросу, по которому в топе нет ни у кого линков на эту страницу и получите первое место, я уверен, что невысокое, очень невысокое. Поэтому, когда вы продумаете линкбилдинг для вашего сайта, делать его нужно, во-первых, максимально естественно, как ваши конкуренты в первой тройке и, конечно же, смотреть на какие страницы конкуренты эти ссылки делают. Вот, например, мы можем посмотреть на вашего конкурента, например, какого-то и посмотрим, как он делает бэклинки. А хрест, чем хорош, что в нем это очень удобно посмотреть. И у него есть классный такой отчет, который вы можете посмотреть, на какие ссылки он ссылается. Вот есть Best Buy Links. И можете посмотреть, на какие страницы он делал в первую очередь ссылки. И вы увидите, что огромное количество ссылок, допустим, у него сделано на главное, а дальше они идут там, рассыпаются по другим страницам. Можно увидеть, на какие страницы какое количество линков в итоге сделано. К чему я веду вашу мысль? Каждая стратегия уникальна. То есть, смотрите, как конкуренты линкуются в топе, по какому принципу они получают линки, из каких страниц они берут эти линки. Все это можно изучить и повторить успех сильнейший для того, чтобы скомбинировать его и выйти в топ, не тратя лишние деньги. Да, потому что при анализе конкурентов, при анализе приоритетов можно понять, что какие ссылки классные, а какие мусорные. Вот, например, российская ссылка, зачем она нужна? Сейчас она не нужна, она не поможет вам продвинуться. И не нужно покупать все ссылки, которые делают ваш конкурент. Можно выбрать те, которые реально работают, у которых реально полезно и с ними в первую очередь поработать, собрать вот этот анализ по топ страницам ваших конкурентов и понять, каким образом они продвигались. Итого, если вы будете проводить анализ приоритетов и продвигаться по приоритетным направлениям, в итоге вы переработаете в лучшем случае 30-40 важных ваших страниц. Это не такие уж большие финансовые расходы. Для этих страниц, включая главную, сделайте какой-то базовый линкбилдинг. Базовый линкбилдинг для главной вам обойдется, ну, за несколько месяцев. До двух, до трех тысяч долларов, за все про все. Это не колоссальные суммы на продвижение. И при этом вы реально сможете продвинуться на довольно высокие позиции. В Украине, в частности, я знаю, что и с такими же бюджетами и в других странах. Да, если делать все грамотно и сосредоточиться на нужных приоритетах, вам не нужны огромные, там, стотысячные бюджеты. Вам может хватить и реально меньше для того, чтобы закрепить ваш сайт высоко в поиске. И если мы подытожим сейчас результат нашего диалога. Да, почему диалога? Потому что мы можем обсудить все наши вопросы в комментариях. В комментариях можете задавать мне вопросы. Я на все комментарии, конечно же, отвечаю. И заканчивая эти работы, есть общие работы по SEO, которые никто не отменял. Это оптимизация Google My Business, это, конечно же, работа в веб-мастерах. Это, конечно же, все аудиты, которые закасаются хостовых факторов, в целом все общесайтовых факторов. Все эти работы, они никуда не деваются. И вне зависимости от объема сайта, они везде будут. Там, если вы интернет-магазин, это оптимизация сайтов Google Merchant, конечно же. Настройки, там, той же аналитики Clarity, они будут одинаковые практически для интернет-магазина, или для сайта услуг, или для малостраничного ресурса. Будет все примерно одинаково на самом деле. Если вы подумаете, что SEO-бюджет зависит от размера сайта, на самом деле я знаю примеры интернет-магазинов, которые продвигают 3-4 категории и прекрасно себя чувствуют. Оптимизацию карточек делают своими силами по всем товарам, а реальные бюджеты на SEO-продвижение у них такие же, как и у маленьких стоматологий в Киеве. И да, и у них тоже есть результаты, и они тоже продвигаются. Поэтому приоритеты позволяют колоссально экономить бюджеты на SEO. Они, конечно же, не снижаются до минимальных стоимости, потому что на рынке труда SEO-специалист тоже стоит определенных денег. Сколько стоит SEO, я снимал отдельное видео. Но вы можете колоссально снизить расходы на SEO, сузив свои приоритеты и направив усилия на нужные страницы. Ведь результаты действительно занимают долгий срок в SEO, от 6 до 9 месяцев. Я снимал про сроки в SEO целое видео. Как долго ждать результат, это самый популярный вопрос. Но если вы сосредоточите свои усилия, сконцентрируете на нужных приоритетах, то эти результаты придут и придут там, где лежат, собственно, деньги вашего бизнеса. На этом, собственно, я хотел сказать все. Я очень рад, что вы досмотрели это видео до конца. Я буду рад, если будете приходить на наши вебинары, где мы будем обсуждать эти темы. И, конечно же, я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы в комментариях. И мы можем их все, конечно же, обсудить.